Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня обзор на канал Ольга Уралочка Лайв. Да, сегодня, мои хорошие, кстати, 1 марта, первый день весны, и я вас поздравляю с этим солнечным, прекрасным днем и желаю всем вам, конечно же, здоровья, счастья, любви, всяческого благополучия, мирного неба над головой, пусть все будет хорошо и прекрасно. Ну что ж, а мы с вами, как говорится, переходим к нашим баранам. Да, мы переходим с вами к Уралочке. Вот и Уралочке, кстати, сегодня тоже, между прочим, молодец, да, действительно молодец. Решила она первый день весны, вы знаете, провести не только с пользой, да, не только хорошо, красиво, но и полезно. И по такому случаю решила Ольга Уралочка себя порадовать. Порадовать вызвала она к себе домой мастера по маникюру, та делает ей маникюр, ну, а Уралочка учит женщин и говорит о том, что, да, да, говорит, надо себя любить. Молодец, потом, правда, поправилась и говорит, ой, ну да, ну да, я всего-навсего в 50 с лишним лет делаю второй или там какой-то там раз, значит, ногти. Ну, в общем, да, оно и понятно, а с другой стороны, как говорится, лучше поздно, чем никогда. И, конечно же, пусть она лучше на себя тратит деньги, нежели вот на этого своего, так скажем, товарища, который, я так думаю, знаете, в любой другой ситуации свалит от нее первым же паровозом, первым же пароходом, первой же машиной от нее, конечно же, свалит. Поэтому, да, ну, знаете, что бы я хотела посоветовать вообще Уралочки, в принципе, не только заниматься своими ногтями, кстати, когда она продемонстрировала нам свой вот этот вот маникюр, ребят, ну, это было что-то с чем-то, потому что у нее на пальцах огромные-огромные шишки, все пальцы в шишках, и это визуально смотрелось очень некрасиво. Я почитала комментарии, девочки написали, что это артроз, это подагра, я не знаю, что это такое, я, если честно, ну, не видела таких пальцев никогда, но могу сказать точно, что визуально это смотрится не очень красиво, поэтому можно было Уралочки не трясти своими сардельками, можно было показать, во-первых, по-другому свой маникюр, не показывая, так скажем, свои некрасивые пальцы. По поводу вот этих вот шишек, мне еще бы стало смешно, ей, знаете, там кто-то начал ее защищать и писать в комментариях, так же поработайте, как Уралочка, и у вас так же будут пальцы в шишках. Мы, наверное, с вами, ребят, чего-то не знаем, где работает Уралочка. Я вот вижу, что Уралочка с Сарафаном сидят исключительно и держатся за один YouTube-канал, и на этом все, нигде они ничего не делают, ничем они не занимаются, нигде Уралочка не переработала, поэтому, может быть, хватит уже делать из нее самого настоящего героя Кубани. Но, что я хотела бы сказать, вы знаете, вот салоны красоты, да, там какие-то стрижки, покраски, маникюр, педикюр, это все замечательно, это все действительно хорошо, это то, что должна делать женщина обязательно, дабы ухаживать за собой, ну, по мере, конечно, возможностей и необходимости, но Уралочки надо начать не с этого. И, к сожалению, вот эти вот ее, знаете, подружки, защитницы, которые на ее канале написывают, ой, какая ты красивая, какие у тебя красивые руки, Оля, никого не слушай, кушай, кушай и еще раз кушай. Нет, ребят, не так абсолютно они должны говорить, а если бы Уралочки желали действительно добра люди, да, они бы ей правильно писали, Оля, начни с себя, начни худеть, какая масленичная неделя, какая блинная неделя, что ты делаешь со своим здоровьем, тебе 50 с лишним лет, а ты уже просто как разбитая корыта, выглядишь на все 70, ведь, согласитесь, друзья мои, выглядит она действительно очень и очень плохо. Ей бы, по идее, вот есть у нее такая финансовая возможность, есть, ребят, действительно есть, ей бы взяться за себя и начать не с маникюра, и с педикюра, да, и не со своих волос, а начать надо с собственного тела, потому что, помимо того, что это будет визуально красиво, это еще ей просто жизненно необходимо ради ее здоровья. То есть, в принципе, она может себе позволить сделать ту же операцию, допустим, по резекцию желудка. Делают люди такие операции? Конечно же, делают, да, и делают не только из-за того, что мечтают похудеть, мечтают быть, так скажем, более стройными, но еще из-за того, что лишний вес, и большой лишний вес, это огромная нагрузка на здоровье, это огромный вред здоровью, как ни крути. Ну, я вот думаю, глядя на нее, ну, ей 50 с лишним лет, неужели ей не хочется даже, даже не для него, вот, даже для самой себя выглядеть хорошо, вот, понимаете, вот. Но, с другой стороны, я не вижу в ней этого, я не вижу в ней желания похудеть и любить саму себя, она не любит себя, потому что, когда она начинает заталкиваться вот этим вот тестом, вот этими блинами, да, Ребят, вот честно вам скажу, вы понимаете, ну, любая здравомыслящая девушка и женщина, она, в принципе, старается хотя бы более-менее следить за собой, да, как ни крути. А здесь женщина видит, что она действительно просто гора и при всем при этом не хочет даже сама себе помочь. Ну, в общем, как-то так, да. И она, вы знаете, все вот это вот в конце ролика говорит, ой, ой, кормите вкусно своих родных и близких, они за это вам будут благодарны. Уралочка, вот я тебе хочу сказать точно, 100%, услышь меня, вот, действительно, я бы пожелала тебе здоровья, да, в любом случае, как ни крути, я не желаю людям плохих вещей. Я хочу сказать, что если бы твой близкий мужчина, вот этот вот сафаренок, если бы он действительно переживал за твое здоровье, он бы уже давным-давно занялся бы твоим здоровьем и не разрешил бы тебе жрать столько, сколько ты жрешь. А он не задумывается об этом, вернее, возможно, задумывается, но для него, если уралка будет больше жрать, для него это, в принципе, даже к лучшему, я бы сказала, да. Поэтому, конечно, он не намерен делать так, чтобы она занималась своим здоровьем. А вот если бы она пришла к этому и пошла и убрала бы все вот эти вот плюшки и так далее и сделала бы себе возможную операцию по резекцию желудка или какую-то другую, да, конечно, ей было бы счастье и стало бы стройнее и плюсом ко всему прочему, ну, все-таки здоровье это первонаперво. Далее, друзья мои, уралочка рассказывает о том, что вот на носу уже вот пришла эта блинная неделя, масленичная неделя, ну, и, как всегда, она ржет и говорит, ой, что, с чем мы будем там блинчики есть. Вспоминает, рассказывает, что она очень любит блины именно со сливочным маслом, макать в это масло, ребят, вы представляете, насколько они должны быть жирные? Она вот это вот все говорит со спокойной душой. Предлагает, значит, своему сарафану, сарафан отказывается, говорит, не-не-не, типа, с маслом, со сметаной я не хочу, меня от этого тошнит. Она говорит, ну да, ну да, только от сладостей тебя не тошнит. Конец ролика, ребят, это что-то с чем-то, знаете, сидит, сидит сарафан и, как всегда, зачавкал во весь экран. Вот хочется сказать, обратиться в очередной раз и сказать, господи, научите кто-нибудь этого мужика здоровенного жрать, в конце концов, да, именно жрать, потому что едят люди аккуратно и красиво. Блин, ну дети в 4 года знают, что чавкать за столом нельзя, знают воспитанные дети, те дети, которых в семье воспитывают. А этот сидит, ребят, вы бы слышали, как он хлебал. Вот так вот, представляете, такое ощущение, что, знаете, он только с пещеры какой-то спустился, вот в этой пещере, кроме него и мамонта больше никого не было. И вот он сидит там, хлебает, как, знаете, вот как какой-то вот просто, я не знаю, я в шоке, как какой-то, знаете, настолько темный человек, что вот он в социуме никогда не жил, никогда не знает, как люди нормально едят. И вот я хочу обратиться к Уралочке и к Сарафану и сказать, помимо того, что вы тырите чужие рецепты, да, и по ним готовите, вы откройте любого нормального блогера, нормального, не того, который чавкает на мукбангах, да, а любого нормального блогера. И посмотрите, как люди едят и как люди пьют, потому что, ну, во-первых, когда вот так вот он сидит, вот это вот хлебает, заглатывает, чавкает, это он в первую очередь показывает, насколько он темный, недалекий, невоспитанный, некультурный. Ну, здесь оно и понятно, здесь даже я спорить с этим не буду, так оно и есть. Но и во-вторых, что самое интересное, он показывает свое неуважение к своему зрителю. А зритель, который им рукоплещет по ту сторону экрана, говорит о том, что раз он рукоплещет, да, вот такому вот поведению вот этих блогеров, значит и зритель такой же темный, значит и зрителю это абсолютно все нравится, значит и зритель дома тоже, как говорится, жрать не научился. В принципе, они по большому счету нашли друг друга. Ну, а мне, знаете, понравился момент, когда Уралочка говорит, ой, сафарик сказал, давай, Оля, заведем корову и поставим ее где-то там под балконом. Ребят, ну, мало ему одной коровы, он решил завести себе еще одну корову, и что я хочу сказать сразу, Оля, корова это точно не для тебя, к тебе маникюрша, вот на что я обратила внимание. Обычно люди ходят, да, либо в салон красоты на маникюр, либо люди, ну, да, либо люди едут куда-то там на дом или еще куда-то к своей маникюрши и делают маникюр. А здесь, поскольку для Уралочки сложно выйти из дома, сложно тем более куда-то подняться, да, если там уж особенно не будет какого-то лифта, к ней даже маникюрша ходит на дом. Ну, я понимаю, если бы она была действительно какой-то занятой личностью, да, 24 на 7 у Уралочки было бы все расписано, я бы здесь поняла, что к ней приехали на дом. А здесь Уралочка сама не в состоянии спуститься или подняться кому бы то ни было на этаж, дабы сделать маникюр, а он ей предлагает завести корову. Корову. Простите, мне интересно, кто эту корову будет доить, кто ее будет кормить, кто за ней будет ухаживать. Ну, явно не Уралочка 100%. Ну, а вообще, ребят, конечно, вы знаете, это было настолько смешно, и я согласна со многими ребятами, которые пишут ей в комментариях о том, что ее репертуар напоминает репертуар Эллочки-людоедочки. Я, кстати, об этом говорила еще пару месяцев тому назад. Вы знаете, все слова, которые она смогла рассказать, да, озвучить, как же ей понравился ее маникюр, это было вот так. Г-г-г-г, га-га-га, ха-ха-ха, огонь, огнище, огонек и так далее. В общем, больше слов в репертуаре Уралочки не нашлось. Как-то так, друзья мои. Вот такой у меня получился небольшой обзор на канал Ольга Уралочка Live. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok